Дорогие коллеги! Что в Крыму? Раздражение, нераздражение? Это что, ключевое слово? Хочу напомнить, что именно так говорилось, что именно поэтому, например, мы не смогли принимать участие в санте НАТО. В то время говорили о том, что Россия сможет таким образом признать все эти законные озабоченности. На самом деле, какую цену мы получили за это? Мы видим, что Россия захватила также, и была бомбежка многих городов с Грузией. И что касается Южной Осетии, мы знаем, что там произошло, этническая чистка практически всего региона. Была создана военная база, и Россия так и не остановилась. Она так и продолжает. И все больше и больше отрезает многие селы и деревни от Грузии. Некоторые из вас скажут, что, может быть, это из-за президента Грузии. Я хочу сказать, что отвечать на провокации России, сопротивляться этим действиям, это важно. Потому что иначе мы видим, что происходит, они захватывают территорию. И мы ответили, да, военно, потому что они на нас напали, военные силы. И так то же самое происходит сейчас и в Украине. Вот как действует Путин. Это стиль КГБ. Это мы должны понять. Как только они чувствуют слабость у демократического мира, они прибегают к силе. И Путин продолжает притворить жизнь, свою повестку дня. Он отхватывает куски потихонечку из разных территорий, которые он считает принадлежат России, должны оставаться у России. Он расширяет свою империю. У него теперь есть и задние дворы, и передние дворы. Он устанавливает новые правила игры. Он создает новое международное право, свое собственное международное право. Он знает, как это делать, и делает это замечательно. Но вопрос следующий. А знает ли демократический мир, как ответить на это? Знает ли демократический мир, как положить конец этому? Что мешает Ассамблее дать яркий, четкий ответ на эти действия России? Окупация – это цивилизованные действия или нет? Аннексия – это что, противоречит это мировому порядку или нет? Аннексия Крыма. Поэтому предостановление всех прав человек, которые перечислены в ЕКПЧ, это ведь противоречит принципам Совета Европы. И поэтому Россия не должна быть членом Совета Европы. И я считаю, что не должно быть даже и дискуссий. Мы должны быть единогласны. Моя мечта следующая – проснуться в один прекрасный день и увидеть, что Россия стала демократией. Поэтому я считаю, что нужно поступать по-другому, а не так, как за последние пять лет. Поддерживать нужно поправку господина Янсена. Продолжение следует...